Это программа «Четверть часа» в студии прямого эфира. Дмитрий Шакуров, здравствуйте. Дание праздника Вознесения Господня мы будем совершать в грядущую пятницу, 18 июня. Это еще одна возможность стать сопричастником события, о котором говорится в символе веры и вошедшего на небеса, и сидящая Одесною Отца. Место Вознесения Господа Иисуса Христа в Царство Отца Своего Небесного – Илеонская Масленичная Гора. Именно на эту, одну из самых высоких гор, окружающих Иерусалим, мы отправимся вместе с гидом Сергеем Алексейчиком. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше путешествие по Святой Земле, и сегодня мы побываем на Масличной Горе, на месте Вознесения Спасителя. Господь по воскрешению Своем неоднократно являлся ученикам Своим. Так в первый день недели Он явился Марии Магдалине, той самой, из которой изгнал семь бесов. И она рассказала ученикам о том, что Он воскрес, и она видела Его живого, ей не поверили. Затем Его встретили по пути в Имаус двое учеников, и когда они вернулись в Иерусалим, и рассказали об этой встрече, и им не поверили. Наконец, Христос пришел к одиннадцати во время вечерней трапезы и укорял их за неверие и жестокосердие. Он сказал им, идите, проповедуйте Евангелие по всему миру. Каждый, кто будет верить и креститься, спасен будет. Наконец, Он дал указание им не покидать Иерусалим и ждать обещанного от Отца. Вот что написано в Евангелии от Луки. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Во время паломничества царицы Елены на Святую Землю в 326 году на вершине Елеонской горы была основана церковь в честь Вознесения Христа Елеона. А в 363 или 390 году, даты разнятся, богатой ремлянкой Пеменией на месте Вознесения Христа была основана ротонда, которая получила название имвумон, искаженная с греческого «анвайну» – «сходить, возноситься» или «энвунос» – «на горе». В плане она была в виде бескупольной ротонды, увенчанной крестом, который был хорошо виден из Иерусалима. Всякий, входящий в нее, прикасался к камню, на котором последний раз стоял Спаситель и взирал на небо, принявшее его. Церковь пострадала во время персидского нашествия 614 года и вновь была восстановлена в 628 году святителем Модестом. В таком виде она просуществовала до конца X века. Вот как описывал эту ротонду епископ Аркульф, который совершил полночь в конце VII века. В западной стене строено 8 окон со стеклянными ставнями, в которых 8 лампад, свет которых освещает прилегающую территорию Масличной горы и хорошо виден при подъеме Скедронского ущелья. А в ночь на праздник Вознесения там зажигают столько лампад, что освещается вся Масличная гора. И вот эта ротонда просуществовала в таком виде до конца X века. Современная часовня времен крестовых походов. Внешне она выполнена в виде ротонды. Двор занимает примерно половину площади, которую занимал имбумон. У края двора сохранились основания колонн Бизантийской церкви. В традиции русского паломничества часовню называют «стопочка» по отпечатку стопы Господа, которая осталась на камне. Сама часовня принадлежит мусульманам, и сторож берет небольшую мзду за вход. Праздник Вознесения, а мы с вами находимся здесь, в этом месте, как раз на праздник Вознесения, здесь служит Восточная церковь – армянская, сирийская, греческая, православная. Греческий престол, на котором служит Божественную литургию, византийский. И всегда службу посещает Патриарх Иерусалимский. Вместе с Патриархом Иерусалимским Феофилом III и Святогробской братьей на службу пришел Протопсалт Патриархии, старший регет Патриархии, Архимандрит Евсевий. И мне удалось взять у него короткое интервью. Дорогие паломники Святой Земли, в имя Отца и Сына Святого Духа, аминь. Сегодня большой праздник для православия всего и для всего христианства. Праздник Вознесения Господня, как и все православие, все православные церкви, так и особенно Иерусалимская Православная Церковь отмечает, особенно Иерусалимская Церковь отмечает на этом святом месте, где было вознесено Вознесение Господня. Церковь наша отмечает большое событие Вознесения Господня. Мы молились и у гроба Господня, и в храме с Патриархом Плаженщим, и здесь с архиереем, за литургией, которая продолжается, еще продолжается. Молимся за всех. К сожалению, из-за коронавируса паломников сейчас нет. Мы надеемся, скоро откроются границы из России сюда, и будет возможно паломникам русским православным приезжать и молиться с нами. Вот сейчас рядом есть тоже место, потому что, знаешь, это место, помещение, где было само вознесение Господне, не церковное уже, не христианское даже, мусульманское 7 века. И то, что продолжается быть мусульманским местом, помещение, конечно, наше христианское, зато православная наша патриархия дает деньги, нанимает, так сказать, это здесь на сутки, это здесь святое место, чтобы могли и мы духовенство с архиереем служить. И, конечно, паломники православных, чтобы заходили и молились. Вот, как дурье продолжается уже. Скоро будет праздник большой Пятидесятницы, то есть Святой Троицы. И там тоже особенно будем молиться опять в гроба Господня, и особенно на место Сионской горницы, где было само событие, сообществия Святого Духа. Всех поздравляем из Святой земли Иерусалимской, поздравляем всех вас, вас лично, ваших семей, ваших детей, вашу Родину и нашу Родину, Россию, потому что я в Россию, слава Богу, учился. И надеемся, что опять увидимся и в России, и здесь. С праздником. Спасибо, Господи. Всей России привет. Праздник Вознесения, праздник расставания и радости, ибо вместо вознесшегося Христа на апостолов снизошел Дух Святой, и благодаря благодати Святого Духа они стали представителями Христа на земле. А человеческая природа через Христа получила полное участие в божественной жизни, в вечном блаженстве. Закончить нашу сегодняшнюю встречу позвольте словами Ефрема Сирина. Отрезвись, сколько-нибудь человек, приди в себя и, как разумный, познай, что для тебя сошел с неба Всевышний Бог, чтобы тебя вознести с земли на небо. На этом я заканчиваю. С вами был гид по Святой Земле Сергей Алексеевичек. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Храни нас всех, Господь! Спасибо за это приветствие со Святой Земли. Очень ценно, что живущие там люди взяли на себя труд по созданию видеорассказов о местах, которые дорогие сердцам христиан всего мира, но пока закрытые для паломничества. Вы смотрите «Четверть часа». 5 июня в центре Москвы состоялась церемония открытия мемориальной доски памяти заслуженного строителя России, созидателя храмов, благотворителя Игоря Александровича Найвальта. Это человек, который построил и восстановил более 70 церквей и часовен, рассказывает народный артист России, актер и режиссер Николай Петрович Бурляев. В Москве состоялось открытие мемориальной доски памяти заслуженного строителя России, созидателя храмов и благотворителя Игоря Александровича Найвальта. Выдающиеся государственные и общественные деятели, представители искусства, друзья и близкие Игоря Александровича были единодушны в оценке подвижнического служения человека с большой буквы, посвятившего всю свою жизнь Господу и Отечеству. Тысячи километров железных дорог построены Игорем Найвальтом, мосты, метрополитен, отели, вокзалы, спортивные комплексы, стадионы. На собственные средства Игорь Александрович построил и отреставрировал свыше 70 храмов и других православных объектов. Он поддерживал международный кинофорум «Золотой Витязь», помогал музеям, инвалидам, ветеранам, детям-сиротам. Его бескорыстный труд отмечен многими государственными и церковными наградами. Но высшая награда – это память и благодарность людей, которые приходят и молятся в храмах, построенных Игорем Найвальтом на века. Открытие мемориальной доски в центре Москвы – это скромная дань его друзей и близких, государственной и церковной власти, памяти настоящего патриота своего Отечества, русского храмостроителя, сильного и трудолюбивого, светлого и добросердечного человека – Игоря Александровича Найвальта. Это был сюжет из Москвы, где прошло открытие мемориальной доски памяти заслуженного строителя России Игоря Александровича Найвальта. Напомню, созданная им четверть века назад Балтийская строительная компания, которую он, несмотря на тяжелый недуг, возглавлял до последнего дня своей жизни, 10% своей прибыли неизменно тратит на реконструкцию и строительство православных храмов. Более 160 ее сотрудников отмечены наградами Русской Православной Церкви. Дело Игоря Александровича есть кому продолжить, а нам, в свою очередь, есть с кого брать пример в делах милосердия. А сейчас информация о знаковом культурном событии. По городам России проходит большой поэтический тур Владимира Глазунова «Ностальгия по-настоящему». Охвачена, Камчатка, Сибирь, Поволжье, Урал и другие регионы. В программе звучат стихи Галины Заренковой, Анны Ахматовой, Андрея Вознесенского, Эльдара Рязанова, Аллы Пугачевой, Ирины Самариной «Лабиринт», Моники Котовой «Эль Твитта», Дианы Балыка и других авторов. И уже завтра, 15 июня, ожидается концерт в Екатеринбурге в Доме культуры железнодорожников. Начало поэтического моноспектакля в 19 часов. В анонсе концерта можно прочитать следующее. Стихи, прочитанные Владимиром Глазуновым, активно рассылаются в социальных сетях по всему миру. Ему удается задеть сокровенные струны каждого, кто умеет чувствовать и сопереживать. Итак, 15 июня, 19 часов, Дом культуры железнодорожников Екатеринбург. В прямом эфире была программа «Четверть часа». Благодарю за внимание. Всего доброго.